Итак, это Cisnark Survival, мы с вами продолжаем разбираться с модификацией Pugnation. В прошлом выпуске приручили вот этого Рекса, естественно, Зомби Рекса, и при помощи него забили Ancient Rex, из которого получили, если не ошибаюсь, 3 золотых кибла. Теперь у нас с вами есть возможность гонять и приручить каких-нибудь прикольных, как они называются, это, господи, Праймал, да, Праймал Существ, то есть, например, прямо сейчас у нас с вами здесь 2Cid Primal Stegazawr 580, и на него нужен буквально 1 Instant Golden Kibble, и при помощи него, я так понимаю, мы с вами сможем собирать специфические ягоды в 2,5 раза быстрее, чем на обычном. Ну, насколько хорошо это будет работать, непонятно, сейчас и проверим. Как видите, усыпляется у нас с вами с одного друтика, но это не самое главное, что я сегодня хочу приручить. Самое главное, это безусловно, я хочу все-таки разжиться Грифоном. И опять же, это будет, скорее всего, Праймал Грифон. Да, если не ошибаюсь, нам придется на тебя делать Праймал Седло, потому что Праймалы, у них собственные Седла, обычно на них надеть нельзя. У нас с вами есть Strike, Terrorbird, Stegazawr, вот у нас, Сумчатый Лев, Артроплевра, Аргентавис, Дунтлиастей, Караку... О, на Грифоне есть Седло, но они дорогие. Они прям дорогие, и нам нужно очень много на него шкуры, 2000. А-а-а, так, ладно, понятно, то есть, просто так у нас не получится на тебя Седлышко сделать, и на тебе покататься. Может быть, можно обычное надеть? Не знаю, я сильно в этом сомневаюсь, скорее всего, нет. То есть, чтобы можно было ездить на Праймалах, в первую очередь нужно пойти и забить этих Праймалов. Вот, честно говоря, второй вопрос. А-а-а, Грифон, он же без Седла, на самом деле, на нем летать можно? Седло это, скорее всего, просто как броня. Именно поэтому, я думаю, что есть смысл сейчас поискать какого-нибудь совсем низкоуровневого Грифона, его качнуть и при помощи него уже после этого собирать кожу. Давайте поищем. Вот они, хорошо. И нам с вами нужен какой-нибудь маленький, 340-й, например. Ледяной биом вполне сгодится. Давай тебе подкачаем еще скорость передвижения. Не знаю, сколько сейчас там оглушения будет. Нам самое главное, чтобы можно было усыпить с одного выстрела. Потому что, если мы слишком много вкинем туда торпора, то он, скорее всего, улетит. Хотя, тоже не факт. Может быть, он согрится и будет к нам подлетать, чтобы продолжать нас бить. В общем, черт его знает, как тут правильно поступить. Ну, че там? Ладно, вон он, хорошо. Так, ты пока что садись сюда. Я, наверное, тебя даже просто скину отсюда, чтобы не рисковать. Тем более, у нас с вами таким образом запомнится это, как последняя точка. И у Грифона 53 тысячи оглушений. Нормально. Это то, что нужно. Это то, что нужно. Да, верняк, я вспомнил. Они вот в такой шапочке забавной. Держи, все, попал. Офигеть. Наконец-то повезло с Грифоном. Сколько я времени потратил на предыдущего Грифона, ну, чтобы попытаться его приручить, и в итоге не приручил. И вот у нас с вами, наконец-то, появляется Грифончик. Вот так вот быстро, просто буквально за две минутки, хоп. И он есть. Зомби-дир-динозавр. Давайте. Сейчас как раз на тебе и достанем. Так. Скорость у нас очень маленькая. Сколько там здоровья? Вот. Нам нужно сначала качнуться немножко. 14 тысяч урон. В принципе, неплохо. Наверное, скорость передвижения в первую очередь качаем, потому что он совсем не летает. Дальше кто у нас там? Трицератопс. Обычный, 520-й. Я тебя понял. Нужно правильно заводить его на удар. Я сейчас слишком сильно качнул скорость. Потому что если бы скорость, может быть, была поменьше, немножко нужно было просто один раз прокачать скорость и все, и на этом остановиться. Если бы скорость была поменьше, естественно, я мог бы тогда, наверное, два удара наносить. Как это обычный Грифон делает. Ну-ка. 22 тысячи. Кстати, ни кровотечения, ничего он нам не сделал, не нанес. Главное, не тупить, потому что он будет отлечиваться. Хорошечно. Там что такое? Толмутас. Я, честно говоря, не знаю, что он делает. Эй. Чучело, иди отсюда. Обычное? Обычное. Так, еще три уровня. Здоровье качается, но я не думаю, что нам шибко нужно. Самый простой способ... Ах, точно, стоп. 520. В принципе, можно приручить. Это же, получается, Рекс, который бьет по области, у него есть усиление. У нас с вами был такой саблезуб. Но почему бы не приручить Рекса? Стегозавра мы приручили. Мне кажется, Рекс будет просто шикарен для нас. Так, немножко накидали. Стоп, постой, постой, постой. Давай. Это по двадцатке должно вкидывать. Да, ровно по 20 тысяч. Сейчас еще один выстрел. Это гейзер? Это, походу, гейзер. И у нас все есть для того, чтобы его по-быстрому приручить. Потому что у нас есть и зелье. Вот эти вот, да. Еще две штуки. Кстати, я нашел зелье из Бугнейша. Они там где-то на двадцатом уровне примерно. Который тоже убирает голод. Просто чуть... Не знаю. Внимательный был, так скажем. Чуть внимательнее нужно было посмотреть по всему этому добру. И тогда бы заметил. Плюс вы написали, что здесь же на двадцатом уровне есть... Ну, вот здесь вот, на двадцатом уровне Тек Лиш. То есть, загон для динозавров, который не дает им далеко уходить, когда они блуждают. Ну, прикольно, штукенцы нужно будет протестировать. Ни разу не делал. Это что-то новое, я так понимаю. В каких-то последних патчах как-то я не играл. Это добавили. А может быть и раньше добавили. Просто я не обращал на это внимание. И даже не знал, что оно есть. Вот, спасибо. Подсказали. Будем знать. В будущем попробуем обязательно. Вот оно. Точно. Вот вот эти вот как раз инграмы. Стоп. А это что такое? Это можно перекрасить динозавру. Мне это не шибко нужно. Гайд. Это у нас майндвайб. Перераспределить все. Суицид нам тоже сейчас не нужен. Тоник. Где эта штукенция была? Еще раз давайте промотаем. Вот. У нас есть панацея, которая подлечивает. Дальше вот это убирает голод. Вот это пробуждает усыпленного динозавра. Ну, в принципе, пока что все. Так, на тебя седла нету. Но это мы в ближайшее время себе раздобудем. Летишь домой. И безусловно, тебя протестируем. И все же. Так, у нас остался с вами... Здесь что лежит? Праймал мясо? Здесь был бы Праймал Караку. С него Праймал мясо какое-то. Я, честно говоря, не знаю, зачем оно нужно. Да, 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 да. Нам с вами Праймал Шкура нужна. Все правильно. Я такой, типа, нет, мне не мясо нужно было. Мне нужно было что-то другое. Нам нужна Праймал Шкура. То есть, самый простой вариант, это просто поискать Праймалов. То есть, мы с вами выбираем Anything Creature. Вот это вот. Вбиваем сюда Праймал и смотрим, кто у нас вокруг нас есть. У нас тут дофига всего и Аргентайвеса, и прочая фигня. Нам самое главное, чтобы их было легко забивать. 560 и Грифон. Ладно, не будем мы с вами высокоуровневых Грифонов приручать. Нам это сейчас не шибко нужно. Попозже, может быть, да. Попозже, может быть, обязательно приручим. Прямо сейчас обойдемся. 500. 500 сейчас сразу просто получили. Отлично. Ты что-то от меня хочешь, Туреха. Так. Что-нибудь рядом еще есть? Ну вот мне не хочется Грифонов на самом деле убивать. Мы случайно выбрали опять Грифонов. Нет, давайте Грифонов оставим, потому что может быть все-таки топовый нам пригодится. Так, выберем опять Грифон. Нет, не будем, Грифон. Вот. Давайте Аргентавис, реально. Пускай это будет Аргентавис. Аргентависы не так нужны прямо сейчас. Ну и... Я думаю, что для нас не составит труда найти нового Аргента. Ааа, я мимо прилетел. Ну, а что-то не видно, чтобы он какой-то Праймалом был. Вроде обычный такой. Забили. Получили опять 500. Хорошо. Нужно будет сегодня также попытаться приручить... Ну, может быть не сегодня, а может быть в следующем выпуске приручить существ, которые вот именно Тульмутус, земляные, огненные, вот эти усиленные. Это все нужно будет обязательно поприручать. Вот. Я хотел попытаться сразиться с... Рипер Спаун. Да, вот. Посмотреть, что с него выпадает. Я думаю, что при помощи такого как раз Грифона мы с вами это запросто сможем провернуть. Но по закону подлости ни одного здесь нету. Тут Грифончик еще один. Кстати, Праймал. 340. Кожу получили? Получили. О, 1000 кожи, 1600 уже есть. Нам нужно было 2000. Для того, чтобы сделать на стега седло. Ты какой обычный. Красота. Нам нужно собрать. Все, пошли отсюда. Очень темно, нифига не вижу. Просто летим домой. Нам, наверное, все-таки придется сделать Праймал верстак. Я что-то сразу об этом не подумал. Я буду мотать на утро, потому что нету смысла ночью записывать. Я об этом много раз говорил. Слишком темно, вам ничего не видно. Здесь нету никаких таких ночных существ, прям каких-то важных. Которые только ночью появляются. Именно поэтому все время мотаю на утро, чтобы не ждать, когда рассветет. И, естественно, можно было спокойно записывать нон-стоп. Так, поехали. Значит, Праймал. Да, это здесь делается. Стыгозавр. Вот. Подтягиваем все необходимое. Блин, ужасную птицу бы еще на самом деле приручить, потому что она умеет летать. Там это было написано в описании. Я помню, что я как раз мимо пробегал ее, посмотрел, что там написано. Соответственно, я такой, о, классно. Нужно будет достануть. Обязательно достанем. Так. Ты, дружище, пожалуйста, отходи сюда. Мишка. А он застрял. Нет, не застрял. Это седло стыгозавру. Сейчас попытаемся вылезти из этого, потому что там и грифон застрял, и рек застрял. Но стыгозавр, как видите, движется. Это хорошо. Блин, он медленно уходит очень. Напрягает. Так. Ты стоишь здесь. Тебя попозднее достанем. И ты стоишь где-то здесь. Еще раз, как всегда, напомню, что выпуски раньше выходят всего на ВКонтакте и Бусти. Платных подписчиков ВКонтакте и Бусти. Там ВКонтакте тоже есть возможность теперь за 100 рублей платно подписаться. И на Бусти тоже есть всякие разные градации. Просто огромное спасибо за финансовую поддержку, потому что никакой другой монетизации нет. По поводу Рутюба. Те, кто заходил на Рутюб смотреть, сорян, там сейчас пока что автоматически перезалив выпусков системой. И эта система мне не дает вручную закачивать выпуски. Поэтому новые выпуски по вот этому Пугнейши. Я туда закачать не могу. Закачаю позднее. Сорян, так вышло. Я не знал, что такое может произойти. Я думаю, что они тоже сами не знали, что у них так тупо работает система. Но ладно. Хотя бы они мне перекачают туда мой видеоархив, который у меня на канале, чтобы он хотя бы, не знаю, сохранился, если вдруг что-то случится. Так вот. Все. Это такой маленький анонс. Естественно, ссылки в описании под видео и будут, наверное, в первом закрепленном комментарии. Обязательно переходите. Пожалуйста, подписывайтесь там ВКонтакте. Соответственно. Гораздо быстрее выходит в выпуске. Гораздо быстрее обрабатывается. Я думаю, что легче будет, естественно, смотреть. Итак, мы с вами можем здесь выбрать конкретную ягоду, которую мы с вами будем собирать. Пожалуйста, мы с вами выбираем сейчас Наркоберри. И да, все. Вот это я понимаю. Все отлично. Вот теперь действительно можно собирать. Нам нужно обязательно прокачать сейчас скорость передвижения, потому что это тринитет, это очень медленно. Ну, да, конечно, мы там не тысячами собираем, но просто травы рядом мало. Но все равно очень-очень неплохо. Это раза в 3-4 быстрее, чем мы собирали до этого. Давайте сейчас просто скорость передвижения качнем. Надо бы сейчас, конечно, полянку найти, на которой большое количество просто кустов. Стало бы собирать гораздо проще сразу. У нас 120 тысяч здоровья. Давай еще качаем. Прыгать можешь? Ой, это хорошо, потому что прыжки сразу выключают анимацию радости. От того, что там уровень прокачал. Потому что это бесит больше всего. Один уровень вкачал, стоишь, ждешь, пока он там отрадуется. Но, честно говоря, блин, хочется еще больше, потому что мы сейчас собрали хотя бы на 135. Не, ладно, нормально, нормально. Это я просто жмотничаю. Сейчас мы с вами побыстрее его сделаем. Сразу скорость сбора возрастет. Опять же, нужно будет, наверное, все-таки на тот остров отправляться, потому что там очень много кустов. Правда, там гигантозавры, но, в принципе, из-за того, что у нас с вами 100 тысяч здоровья и седло, которое дает 75 брони. Ну, конечно, брони не очень много, но вполне себе. То есть, я думаю, что гигантозавры несколько ударов мы все-таки должны выдержать и таким образом хотя бы успеем оттуда телепортнуться, чтобы не потерять существо. Если не ошибаюсь, он же маленький по уровню был. Да нет, 875, неплохой. Может, он 500 какой-то был. Не помню, я что-то не обратил внимания. Ну, естественно, на монтаже я это тоже увижу. Уже к следующему выпуску буду знать, просто сейчас что-то вылетело из головы. Ну, вот это вот то, что мы кружочек сделали, и все по полной здесь восстановилось. Это очень круто. Так, там обычный рекс, да? Может, пойти загасить его? Потому что это нам даст возможность очень хорошо прокачаться. Так, Димурфодоны навернулись удару на 6 тысяч урона. Неплохо. Блин, опять где-то тот самый гигантозавр. Нужно обязательно качнуть урон в ближнем бою. Давай, 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 поехали. Сметная паста. Какого уровня гига? 580-й. Фига тут у вас война. Ой, как ты хорошо плаваешь. Тиранозавра загасили. Лупота. Нормально. Держись. В принципе, всех загасили, норм. Кто вот этот мелкий такой здесь ходит? Дживенайл. То есть, понятно, детеныш. Но он вроде не агрессивный. Я думаю, что стоит немножечко качнуть все-таки урон, чтобы можно было отмахаться еще скорость передвижения. Он очень хорошо плавает. Ну давай, поехали, прыжок. Хватит радоваться. Нет, надо еще прокачивать. Где-то до тысячи процентов. Что-то типа того. Давай, поехали. Во! Вот это я понимаю. Был бы у него хвостик побольше. Было бы вообще шикарно. Но вот так вот мы с вами можем быстро подбежать к большому скоплению кустов. Больше, мне кажется, не нужно скоро скачать. Тысячу процентов вполне себе. Собрать их все. Сейчас уже должно быть больше двух тысяч в кармане. Две тысячи двести. Две триста. Нужно сейчас будет еще заняться порохом, углем. Нужно будет приручить всяких разных там дедекурусов. Тоже вот флакон флагрант и прочих. Мамонта я видел. Соответственно, может быть, мамонт может собирать уголь. Или кто-то из них может собирать уголь. Ну, можно сделать, естественно, плавилку промышленную. Тогда уголь там будет делаться очень быстро. Каждый раз забываю об этом. Потому что, блин, ой, я случайно промышленную плавилку этой вещью. Господи, отталкивать их. Не надо меня отталкивать, а? А если правая клавиша мыша? Ну нет, это для того, чтобы седокаять, если не ошибаюсь, снимать седла. Нормуль, все забил. Нормуль, с этим справились. Я думаю, что все-таки Морилатопс нам не шибко нужен. И не приручить. 240-й конфлигрант. Опять же, с него стрелять можем. Мне вот это очень нравится. Дальше. Пахи. Если не ошибаюсь, пахицы флозавры, они оглушают своими ударами. Вот там нужно какого-то серьезного тогда пахи, чтобы... Хорошо прям оглушал. Давай еще урон в ближнем бою. В общем, не будем сейчас рисковать Морилатопсом. Просто закинем опять же в него вот это добро и дадим тебе ягод. Все, приручайся. Он должен приручиться. Нормально все будет. Мы тем временем здесь еще пособираем. Если действительно понадобится сделать какие-то киблы, почему бы нет? Пускай спокойно стоит здесь. Тем более плюс существо для того, чтобы дать имена. И давайте именно это и сделаем. Кстати, да, по поводу поддержки ВКонтакте. Ну, естественно, имею в виду там то, что это не донат, а это подписка платная за 100 рублей. Те, кто подписался, обязательно добавляю в друзья. То есть, это еще один такой маленький бонус. В отличие от Бусти, там свои какие-то фишки есть. Вот. Я добавляю ВКонтакте в друзья. А это значит, что... Есть шанс, что я вам на какое-то сообщение отвечу. Это не обязательно. Могу не ответить. Я не всем отвечаю, потому что... Ну, просто типа на фразу привет я не отвечаю, друзья. Просто привет не отвечаю. У меня приветов в ВКонтакте висит 2500. Представляете, если с каждым поговорить? Это физически невозможно. Так что это нужно учитывать. Так. Соответственно, у нас первый. Владислав. Выходцев или выходцев. Не знаю, как правильно произносится. Сорян, если неправильно произнес. Без обид. Второй. Праймал стега нет. Зомбирекс. Да. Зомбирекс. Действие изменить. Имя будет Влада Кунина. Праймал стега. Изменяем имя. Будет Дарья Куфен. И вот этот Тулмутилс Рекс у нас с вами будет... Это как раз платные подписчики с ВКонтакта. А вот Грифончика. Грифона будут звать... Сори, что это самочка. Ну, блин. Ну, Грифон хороший. И подписчик хороший. Это, естественно, подписчик с Бусти. Зовут Геннадий. И это меценат. Очень тоже большой уровень подписки. Огромное спасибо. Так, если сегодня еще кого-то приручим, то еще имена с Бустью будут. Если нет, то с Бустью будут еще в следующем выпуске. Потому что сейчас я хотел пойти и вот этого Рекса протестировать. Насколько он хорош. Нужно больше всего на Рекса сделать. У нас с вами вот там вот как раз есть гигантозавр. Но пока что к нему подходить не будем. Это довольно-таки опасно. Нам нужно чуть-чуть качнуть скорость передвижения. Сильно не будем. Это для того, чтобы, если что, можно было убежать. Вполне достаточно. Дальше нужно будет качать... Неплохо. Дальше нужно будет качать, естественно, урон и... Все равно нет никаких полезных вещей. И здоровье. 136 вполне себе. Вы обычные? Обычные. Урончик по 13 тысяч. Блин, урон хороший. В отличие от зомбаря, да? Кстати, во-первых, это произносится правильно, как Талматас. А я говорю Тулмутас. Ну, в общем... Как вижу, так и читаю. В общем, это Талматас. А переводится как Бурный. Так, ладно. Ну, на самом деле, меня сейчас интересует не обычный укус. А насколько у него хорош удар на правой клавише мыши. Потому что он бьет сразу по нескольким существам. 21 тысяча. Неплохо. 5400, 2700. Это вот именно урон по нескольким существам. И нам совсем не обязательно стоять рядом с ними. То есть мы можем просто нажимать правую клавишу мыши. Он как бы кусает воздух, но бьет всех вокруг. Это прям хорошо. Давайте сейчас еще. Пойдем все-таки загасим вот этого гигантозавра. Там не только гига, там еще и этот второй рекс. Нет, гигу забьем. Справимся. А что-то вас много, да? Еще одного забили? Не, ну мы держимся. Гига почти мертв. Все, гига точно мертв. У тебя мы сбили 400 тысяч. Подожди, дружище. Сейчас немножечко... О, мы получили 5 откуда-то стрел. Нет, так это мы не будем с тобой сражаться. С тобой мы так сражаться не будем, потому что у нас возникнут из-за этого проблемы сейчас. Ты обычный? Да, да, ты просто обычный. Я просто думаю, как мне с ним легче всего сражаться, чтобы он меня не бил. Я могу кусать и отходить. 5 900, да? Вот удар издали. Я очень быстрый. В отличие от него. Мне это может как-то помочь? Он меня кусает по 2000. Это вообще ерунда. Самая большая проблема это кровотечение. Но кровотечение, блин... Не останавливается. Тут есть одна маленькая хитрость, которую я только что придумал. Нам нужно дождаться перезарядки нашего умения. Сейчас мы еще немножко посражаемся. Я имею ввиду на правой клавише мыши удар по области. Так, мы от него отбегаем. Считаем. Раз, два, три, четыре, пять. Ударяем. Раз, два, три, четыре, пять. Ударяем. Раз, два, три. А там как раз перезарядка наверху-то и есть. Ударяем. То есть таким образом мы ему почти не дали подлечиться, а сами полностью вылечились. Я не знаю, он хоть сколько-то подлечился, потому что я не обратил внимание, сколько у него здоровья было, но полностью он не отличился. Там же в процентном соотношении хилл идет. Слушайте, это хорошо. А сколько я могу еще вкачать? Еще пару уровней давай. Вот так немножко повысили. На 500 буквально, да? Вот это вот по 8700, это, конечно, неприятно. Сейчас до миллиона добьем его. Отходим, ладно. Зря я это сделал. Ударили. Ударили, хорошо. Миллион 100, нормально. То есть он сейчас совсем не подлечился. Теперь мы его спокойно гасим. Блин, вот это хороший способ. На этом существе действительно можно забивать эншентов. Так же, как и на зомби. Зомби отличивается за счет своих укусов. Этот отличивается за счет того, что мы просто не подпускаем его к нам. Он медленный, и поэтому, соответственно, он нас догнать не может. Мы же в свою очередь Отлечиваемся за счет Лечения по там 5% в секунду или что-то типа того Через 10 секунд после того, как ты не получаешь урона. Ну и, собственно говоря, его убьем вот этим Дистанционным Ударом электрическим. Все, мы его сгасили. А это значит, что мы сейчас с вами получим еще плюс С этих самых золотых киблов. Если не ошибаюсь, с него никакой сумки-то и нету. Мы просто получаем киблы и все, да. Сумки никакой нету, то есть тут Особо париться не за что. Вау! Ты хорош! Ты хорош! Мне это порадовало. Так, заберем это добро. Праймал мид. Там стрелы... Ого! Это чье? Это гигантозавр. Тут и Тоники всякие разные, и Дротик. А почему раньше не выпадало? Тупо не везло, что ли? Ну, как вариант. Или я не обращал внимания, Или сумки с них не собирал. Хотя, на самом деле, не так много гигантозавров-то забил. Забил всего двоих, Которые здесь тусили. Ну, окей. Ладно. А, плюс ты еще Праймал. Одного из Праймал забил, И с него получили кожу немножечко. Хорошечно. Слушайте, это прям... Вот это хорошее существо. Мне очень понравилось. Так, ну ладно. Ну, раз уж у нас с вами появился дополнительный Дротик, У нас с вами есть наш Геннадий. Я предлагаю все-таки Геннадию приручить пару и... Террор Бертнет. Еще одного Грифона. Все-таки еще одного Грифона. Так, секундочку. Блин, так неудобно. Хорошо, это закроем. Еще раз ищем Праймал Грифонов, Потому что, не дай бог, где-нибудь потеряешь, Что-то случится, кто-то загрязет. И потом будешь мучиться, То, что опять нового нужно летать, приручать. Лучше сразу это сделать. У нас абсолютно все для этого есть. 580-й сгодится. Кстати, это самочка, И нужно будет потом высокого уровня у него Какого-нибудь самца приручить. У него 89 тысяч оглушения. Да, Грыз, отлично, есть. Аптерчик осогрелся. Такое ощущение, что я какой-то взрыв слышал. Или ветер здесь просто... Очень сложно в него попадать. Глейсел, птеранодон. О, ледяной. Я даже не знал, что такие есть. Ну что, друг мой, стой. Так, он вниз пошел. Промазал. Он, кстати, не может... Не может его, да. Будете лежать рядышком. О! Это то, что я хотел постануть. О, не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. 26 тысяч с удара. Вот тебе и ты станул. А где ты? Вот и что мне теперь с этим делать? У нас есть какие-нибудь выстрелы? Пожалуйста, иди ко мне. Ну, в смысле, вот сюда иди, пожалуйста. Вот сюда иди, пожалуйста. Я здесь. Ты станул на свою голову. Ее нужно уводить отсюда, от моих грифонов. Эптеров. Ты какой, обычный? Нет. Давай, давай, я здесь. О, больно. Давай, давай, давай. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. 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 Все. Норм. Фуф. Я надеюсь, что она их не ударила. Обычный, обычный. У меня такое ощущение было, что здесь каркина стоит. Трындец. Так, вроде никого нет. Я надеюсь, что у них все хорошо с эффективностью. Есть. Топовый грифончик, привет. Ты иптер, в принципе, не маленький. Да отстаньте вы от меня. И тебе что нужно положить? Обычное мясо, да? У меня зелень. А, есть вот это вот. Держи. Да нормально, вроде все. Ну. Плюс еще парочку существ. Это не может не радовать. Но королева жнецов оказалась веселой. Ничего не скажешь. Так, значит все. Геннадий у нас с вами стоит здесь. И мы принесли нового как раз грифона, которому тоже сейчас дадим имя с Бусти. И этот человек тоже за долгое время задонатил просто безумнейшее количество денег. Огромное спасибо за эту поддержку, потому что она действительно помогает. Особенно такая большая. Это просто нет слов. Этого грифона будут звать эндамикс икс призрак. Огромное спасибо, дружище. Просто от души душевно в душу. Так, а птерчику завтра подберем. В следующем выпуске его еще нужно будет протестировать. Нет, все-таки я хочу взять сейчас вот этого. Как раз эндамикса. И полетать на нем. Посмотреть насколько хорош он. О, у него сходу 26 тысяч. У него сходу 26 тысяч. Из-за того, что я тому немножечко сильно прокачал скорость передвижения. Я думаю, что я могу его так и оставить скоростным. Потом еще качнуть ему скорость передвижения. И если мне куда-то нужно будет добраться, я буду лететь на нем. Типа, ну, типа быстро просто долететь. А сражаться буду на этом, потому что я ему не буду трогать скорость передвижения. Я ему вкачаю исключительно здоровье, там где-то 250 тысяч. Для того, чтобы его никто не мог нормально пробить. Потому что, ну, видели там, это зараза по 20 тысяч с укуса рубит. Не дай бог приземлит и все. Тушкана сейчас убивать не будем. Воу, 100 тысяч. Подожди, это 100 тысяч, это просто удар. Или это все-таки бочка, бомба. Бомдайв, вот эта вот штука. Сколько? 115, понятно. Я могу тебя забить? Да я их забивал на самом деле, там ничего интересного нет. Да, вон, амбра все это. Ничего особенного. Спинос. Праймал стега. Подожди. А, ну неплохо все собралось. Я просто не обратил внимания, есть эта самая кожа или нет. Прикольно, что у нас с вами здесь тоже вот эти все праймалы спаунятся спокойно на нашем острове. Ты вообще хищный островочек. Это прикольно. Но с другой стороны, вот можно один раз улететь, потом увидеть много-много сообщений о том, как тебе развратили всю твою базу. И всех твоих существ убили. Какой-нибудь, не знаю, гигантозавр или праймал придет и просто там бесчинствует на счет. Именно поэтому они все стоят там не на пассивке, а на нейтралке. Так, давайте еще сейчас урон. В принципе, мы же можем его спокойно забивать. 147. Только об деревья цепляться не нужно. Очень неудобно он сюда зашел на самом деле. 634. Почти. Но это все равно быстрее, чем на этих самых, на Рексах. Просто тот Рекс Толмутсус, он хорош для того, чтобы... А это в первый раз, мы получаем с него какие-то предметы. Так вот, он хорош для того, чтобы первого Рекса забить и получить с него киблы. Соответственно, его можно приручить, этого Рекса, ну просто довольно-таки легко при помощи обычных там дротиков, мяса. Все будет хорошечно. Зомби-терезинозавра нам прямо сейчас не впился. Пускай себе спокойно гуляет. Ну и на самом деле, сегодняшний выпуск можно на этом завершить. Я думаю, что вот сегодня действительно получился успешный успех. Мы с вами приручили огромное количество существ. Разжились очень мощными существами. Теперь при помощи них мы можем спокойно, при помощи этих как раз грифонов, спокойно летать по всей карте и приручать остальных существ. Мне очень интересно в следующем выпуске посмотреть. На всех вот этих вот Продиджис, Тульмутус и прочих-прочих-прочих добывающих, создающих динозавров. Потому что там есть очень полезные особи, которые нам помогут, ну хотя бы там, не знаю, ресурсы перемалывать. И много там написали о них интересного в комментариях. Я видел. И про этих самых ДДКурасов и прочих. Вот и нужно все это дело протестировать. Этим будем заниматься в следующем выпуске. На этом пока что все. Я надеюсь, вам этот выпуск понравился. Если так, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Удачи, друзья. Пока. Увидимся в следующем.